НИКОЛАЕВСК НА СВЯЗИ Немного о событиях. Прошедшие в Николаевске долгожданные ливневые дожди притушили лесные пожары, полыхающие в районе поселка Чля. Воздух стал чище и наполнился кислородом. Как информирует отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по состоянию на 27 июля пожар ликвидирован, а 29 июля 2021 года режим чрезвычайной ситуации в лесах Николаевского муниципального района Хабаровского края отменяется. Лето продолжает радовать нас незадымленным солнцем. Для тех же, кто изнемогает от жары и торопит приход осени, напомним перефраз знаменитой поговорки «Не тот дальневосточник, кто мороза не боится, а тот, кто тепло любит». С понедельника текущей недели, к радости тех, кому погода была не по нраву, город накрыл приходящий дождь. Ночные дожди и пасмурность продлятся до воскресения, а на следующую неделю в Николаевском районе прогнозами гидрометеоцентра обещан спад температуры до 16 градусов. Поэтому не зовите зиму, потому что зима близко. И между тем подготовка города к зиме продолжается. На улице Орлова, сразу после опрессовки системы отопления, начался сетевой ремонт. На видео вы наблюдаете фрагмент развернутых работ по ремонту подземных сетей. Как видите, внешнее исполнение ведется надлежащим образом. Кстати, напоминаем жителям города, что в связи с профилактическим ремонтом горячей воды в городе не будет со 2 по 13 августа включительно. Спортивный комплекс «Атлант», включая тренажерные и спортивные залы и сам бассейн «Атлант», также закрывается на профилактические работы с 1 по 31 августа и начнет свою работу в традиционный день знаний 1 сентября. На почту редакции поступил скан документа, позволяющий вести учет выловленной рыбой частиковых пород для коренных малочисленных народов Севера. Перед вами пронумерованное приложение к журналу учета добычи вылова водных биоресурсов. В сопроводительной записке к файлу было указано, что это лицензия, согласно которой коренной житель народов Севера сможет законно выловить установленный объем биологических ресурсов по видам, согласно таблице. Так, согласно этого документа, граждане, причисленные к МНС, смогут выловить на год полтора килограмма щуки, 700 грамм сама, 5 килограмм карася, по половине килограмма хариуса и налима и так далее по списку. У некоторых жителей возникли сомнения в том, что этого им хватит для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Для изучения подобных вопросов и нужна комиссия по вопросам КМНС, предложенная к учреждению местным отделением Коммунистической партии Российской Федерации и с актуальностью учреждения которой согласился глава Николаевского муниципального района во время обсуждения своего доклада. Тем не менее, сами представители коренных малочисленных народов Севера не спешат принять участие в работе комиссии, которая может помочь правомерно и оперативно решать десятилетиями копившиеся вопросы. Кстати, в Николаевском районе получатели лимитов на вылов рыбы, которых иногда называют словом «рыбопромышленники», в этом году обошлись без установки инженерных сооружений по промышленному вылову биоресурсов. Такие сооружения называются «заездки». Но связано это не с тем, как утверждают борцы за абстрактные права населения, что заездки в бассейне реки Амур якобы запретили. А объясняется это, по мнению аналитиков, экономической нецелесообразностью установки заездков. Установка одного заездка на 2017 год по разным данным исчислялась суммой в 4 миллиона рублей. В этом году заездки устанавливать было экономически невыгодно, потому что в этом году рыбы лысосевых пород в Амуре практически нет. Не было ни хода горбуши, ни хода летней киты. По результатам путины 2017 года, в этом году рыба не вошла в Амур, и это, как обычно, в первую очередь отразилось на лесных обитателях. Рыбы в речках нет, и медведи выходят к людям. Перед вами кадры, выполненные в районе аэропорта города Николаевск на Амуре. Забегайте быстрее на вокзал! Быстрее! А вот еще интересные кадры, присланные в редакцию телеканала Николаевск на связи. На этом видео заботливые жители подкармливают лесных обитателей. Ну, вот как-то так у нас тут, с медведями. Как-то вот так вот, вот рыбка, вот медведи, этот вообще на меня навалил метра. Внутри до него. Я тут что-то вылез неаккуратно, они как ломанулись, блин, от меня. По кустам все сидят, вон подходят, бошки торчат везде. Потому что хочется поснимать получше. Ну, б***ь, вот этот б***ь, простите за мой русский, не дает ближе подойти. Как бы есть опасение, что по сапатке мне заедет. Согласно большинству голосов в предложенном опросе, действие на видео происходит не в Николаевском районе, а на Камчатке. А как думаете вы? Согласно прогнозов, которыми поделилось руководство одной из рыболовецких организаций, в Амуре ожидается хороший ход осенней киты. Если эти прогнозы подтвердятся, тогда выжившие медведи будут обеспечены необходимой им природной пищей и перестанут выходить к людям. Ну а сейчас, внимание жителям Николаевского района. Медведь это прежде всего опасный хищник. Будьте осторожны, медведи по-прежнему выходят к людям. Насекомые в этом году как будто взбесились, так утверждают некоторые жители района. От комаров и оводов просто нет спасения. Какую помощь оказать ребенку, если у него после укуса комара опухла рука? Если на укус насекомого имеется такая выраженная реакция, то в течение трех дней дают любые антигистаминные препараты возрастной дозировки, к месту укуса в первые несколько минут можно приложить холод, в дальнейшем использовать любую мазь с содержанием глюкокортикостероидов, тадвантан, лакоид или гели с противозудным действием, например, фенистилгель. Если эти средства не помогают, следует обратиться за консультацией к врачу-педиатру. В следующем еженедельном выпуске мы продолжим обзор интересных событий, происходящих в нашем городе. Подписывайтесь на новостную рассылку канала. Для этого нажмите колокольчик на YouTube-канале или напишите на WhatsApp, указанный под роликом. Проявляйте участие в жизни города и района. Присылайте на WhatsApp интересные вопросы и видеосюжеты. Оставляйте комментарии, вопросы и пожелания под этим видео. Ваши вопросы и пожелания помогут своевременно выявлять недостатки управления и подготовить грамотные рекомендации с учетом общественного мнения. С вами Айлита Леонова, Николаевск, на связи. Мы делаем жизнь города лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова